Я была в Бресте. Это полтора километра от крепости. Раздались эти залпы. Первые минуты Великой Отечественной из уст непосредственных очевидцев. За этим столом участники и дети войны делятся личными историями 76-летней давности. Утром просыпается война. И уже в воинской части начинают формировать солдат. Туда же собирают солдаты. А мы пацанами. Как раз напротив дома у нас колонка стояла, откуда мы брали все время воду. Солдаты уже одеты. Дают нам котелок, например, набери водички. Мы даем им водички. Набираем, набираем. А они нам 2-3 копейки дают. Вот так я помню начало войны. Этот день я разделил с ветеранами глава округа Дмитрий Волошин. Поздравил, вручил цветы. Внимание и забота, которую мы сегодня готовы не просто оказывать 9 мая, а круглый год. Каждый день. Каждый день. Вы знаете, что мы очень внимательно относимся. Я вам хочу пожелать сегодня в этот прекрасный праздник крепкого здоровья, активного долголетия. И пусть все ваши мечты сбудутся. Война коснулась и семьи Ирины Родниной. На встрече с ветеранами депутат Госдумы поделилась историями из жизни своих родителей, как героически они прошли войну. О чем вы рассказываете, об этом, ну, где-то написано в книгах, а в большинстве случаев нет. Где-то сняты фильмы, в большинстве случаев нет. Потому что жизнь каждого человека – это отдельная история. История, которая не просто пересказ, а еще и делает вот отсюда, отсюда. Одна из таких историй изложена в книге «А я все вспоминаю о войне». Написала ее ветеран войны Зоя Павловна Смирнова на основе своих детских воспоминаний и записок матери. В ней Зоя Павловна рассказала о том, как девочкой помогала советскому подполью. Встретила войну в семь лет. Нападение на Брестскую крепость помнит, как вчера. Страшный такой грохот, страшные эти зарево за окном и в сполохе огня. И, казалось, небо с землей перемешалось. Вот это и черное, и красное, и желтое. Вот. Мы, значит, к окну. А у нас окна выходили на крепость. Мама говорит, какая гроза. А папа сказал первое слово, которое я, это слово первое сказал. Нет, это война. Один из старейших ветеранов в Химках – Иван Кривошеев. Участнику боев под Сталинградом в этом году исполнится 101 год. Ветеран всю жизнь пишет стихи, в этот раз подарил главе свой сборник. Во время Отечественной войны я был студентом Ленинградского пединститута. Имел отсрочку от призыва в армию, как студент. Началась война, меня взяли в армию. Я всю войну прошел старшим сержантом, офицером во время войны не был. Был наводчиком и командиром 76-миллиметровой противотанковой пушки. Участвовал в боях под Сталинградом. Война для меня закончилась 9 мая в городе Прага, Чехословакия. На сегодняшний день в Химках живут около полутора тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 92 – участники боевых действий. Ксения Абрагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.